Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, обзор витрин, обзор трендов и как все это можно красиво сочетать и носить. Посмотрите, как много золота! Золотая фурнитура не просто преобладает, а ее действительно очень много. Золотые цепи, золотые кулоны, медальоны, все это украшает одежду, все это украшает сумки, аксессуары. Золота в этом сезоне действительно очень много. Кстати, на витринах начинают появляться тотал черные аутфиты. В целом, я не замечала, чтобы в прошлом сезоне они присутствовали в таком количестве. Я предсказывала, что они должны появиться. У меня у самой настроения одеваться во все черное. Мне кажется, это сейчас как никогда красиво, стильно и уместно. И посмотрите, действительно, черные аутфиты нам представила марка PINCO. И эти аутфиты мы увидим у очень многих марок. Кстати, в PINCO также появились брюки с разрезами. Брюки с фронтальными разрезами, либо с боковыми, внутренними, либо внешними. Это абсолютный тренд. Эти разрезы появились также на джинсах. Если вас интересуют джинсы с разрезами, то их можно посмотреть в марке Benetton и также в марке Twinset. Начинают также появляться первые пуховики. И уже второй сезон подряд PINCO представляет нам действительно очень интересные пуховики. Хвалю PINCO за пуховики. Они мне нравились в прошлом сезоне. Очень понравился этот пуховик в этом сезоне. PINCO не традиционно предлагает нам носить достаточно спортивного вида пуховик. В прошлом сезоне это были юбки узкие, наподобие юбки-карандаш. В этом сезоне, посмотрите за базу, взято платье. Вообще, платьев очень много. Цветочный принт, самый распространенный принт на данный момент. Если говорить о длинном платье, то это прекрасная база, по мнению многих витринистов для пальто. А если говорить об укороченном варианте такого платья, то в Италии чаще всего его нам предлагают носить. И так действительно носят с пиджаком. Мне очень понравилась эта юбка. Она стоит 240 евро. Указан состав хлопок и шерсть. Интересно, в каком соотношении. Если эта юбка действительно абсолютно из натуральных волокон, то этой юбке просто нет цены. Она на запахе. Она из очень красивой ткани. Предлагают нам эту юбку сочетать с высокими казаками и также с пиджаком. Пиджак вельветовый. Вельвет очень распространенный материал в этом сезоне. Он очень популярен. И, прежде всего, брючные костюмы нам предлагают из него носить. Это витрина марки Mamani. Нам предлагают, посмотрите, крупный вельвет. Вообще, вельвет самый разный, в том числе крупный, максимально крупный и мелкий. Здесь, на самом деле, каждый из нас сможет выбрать свой идеальный вельвет. Кардиган является, безусловным, героем очень многих витринных композиций. Современный кардиган очень пушистый. Выглядит очень легким и он объемный. Чаще всего все-таки прибегают к использованию махеровой нити для изготовления подобных кардиганов. Посмотрите, какой интересный образ. Он замкнутый, как я люблю говорить, это когда цвет в высшей точке элемента ансамбля совпадает с цветом в самой низшей точке элемента ансамбля. В данном случае это шнурки и кардиган, они одного цвета. Чем более удалены друг от друга замыкающие элементы, совпадающие по цвету, тем гармоничнее выглядит образ. Например, будет очень красиво смотреться в любом образе. Белый головной убор, допустим, белая спортивная шапка и белая обувь. Мы уже с вами видели достаточное количество очень длинных шарфов. Подобные шарфы предлагает в этом сезоне нам и Луиза Спаньоли. Они есть как в ярких цветах, так и в более спокойных. Например, вот в таком черном цвете представлен длинный шарф с бахромой. Длинный шарф безусловный тренд. Также к безусловным трендам можно отнести кожаную юбку. Она может быть совершенно любого фасона. Скорее всего, будет изготовлена из кожзаменителя. Не являться действительно кожаной, но если посчастливиться найти юбку из кожи, то это действительно большая удача, хорошее приобретение. Очень много желтого цвета в этом сезоне. Мы с вами его уже наблюдаем не в первый раз. Снова витрины Луиза Спаньоли. Посмотрите, кожаная юбка желтого цвета вещи и шарф максимальной длины, насколько это возможно. У марки Луиза Спаньоли также преобладает золотая фурнитура. Это золотые пуговицы, различные золотые детали на сумках, обуви. Это также золотого цвета аксессуары, например, браслеты и различные цепочки, украшающие, дополняющие тот или иной аутфит. Вот, кстати, кейп, который я приобрела. Он выставлен только на фотографии. Его, кстати, очень сложно найти, очень сложно купить. Если вам нравится идея кейпа, мне кажется, Луиза Спаньоли в этом сезоне обладает действительно многими интересными моделями и примерно пять штук я кейпов видела в Луиза Спаньоли. Скорее всего, есть еще и другие варианты. А вот они брюки на защипах. Здесь очень важно, чтобы ткань была действительно стопроцентная шерсть, в идеале драп, но эти брюки действительно находка для любой зимы. Витрина другого магазина и снова мы видим, посмотрите, желтый цвет. Здесь его нам предлагают красиво сочетать с серым и также с молочным. Рукава видно, рубашка не заправлена, если говорить о так называемой любимой мной раскладке по рукаву. Рукава, как правило, предлагают абсолютно все итальянские витринисты приподнимать. Витрина марки Твинцетта. Вот они джинсы, которые мне очень нравятся. Посмотрите, латеральный внутренний разрез и кардиган с бахромой. Бахрома не теряет своей актуальности. Бахрома очень популярна. Кстати, на стрит-стале бахрома я стала видеть чуть реже. А вот на витринах бахромы действительно очень много. Хочется сказать о тренд, который мы наблюдали в прошлом году, который не теряет своей популярности в этом сезоне. Это дубленки. Если повезет и достаточное количество денег мы готовы потратить, то дубленка должна быть из натуральной овчины. Если нет, то можно довольствоваться действительно прекрасными, очень красивыми вариантами, появившимся, допустим, в Заре. Также в манго из ненатуральной овчины. Они смотрятся очень классно, очень здорово и позволяют создавать действительно красивые образы. Еще один тренд, который тоже был замечен мной в прошлом году и который, посмотрите, набирает обороты, это использование холщовых сумок и вообще аксессуаров и также одежды из так называемых летних тканей. Это прямо-таки лен и совершенно летние другие текстуры и фактуры в зимних аутфитах. Подобную холщовую сумку нам предлагают носить с дубленкой. Прежде всего, босоножки, но также и туфли, застегивающиеся вот таким образом вокруг щиколотки, это тоже микротренд, который я заметила. Огромное количество, прежде всего, босоножек и туфель именно с такой застежкой. Выглядит она очень красиво, очень изящно и я такому тренду очень рада. Много так называемых дутых сумок и много вот такой платформы. Прямая отсылка к 70-м. Это и высоченный каблук, и платформа. И такая обувь в особенности выигрышно смотрится. Ее видно при ходьбе, несмотря на то, что все-таки макси длина джинсов расклешенных не позволяет увидеть статично эту обувь. Могу сказать, что эта обувь прекрасно смотрится именно с джинсами. Чаще всего именно так нам предлагают на данный момент эту обувь носить. Пока я еще не видела компоновок, где подобная обувь настолько явная и заметная. Носилась бы самостоятельно, допустим, с юбкой либо с платьем. Снова осенние аутфиты. Несмотря на то, что рядом стоят две кожаные сумки той же самой модели, нам предлагают в руки взять все-таки холщовый вариант. Это на самом деле очень интересная тенденция, когда зимние ткани перемешаны в одном образе с совершенно летними текстурами. Я думаю, что применить подобный способ будет не так просто. Для этого действительно нужна фэшн-смелость. От себя могу добавить, что по весне как раз таки уже с пальто даже темного цвета соломенные аксессуары смотрятся действительно очень-очень по-весеннему и неожиданно хорошо. Марка Max Mara, посмотрите, предлагает нам носить полупрозрачные гольфы вместе с ботильонами. Очень красиво, но действительно тоже для самых смелых. Кстати, этот образ заявлен как образ для офиса. Посмотрите, платье классическое в клетку, длина чуть выше колена. И действительно, почему бы и нет, по крайней мере в пятницу на работу так вполне можно отправиться. Черные аутфиты, как я уже сказала, появились. Их очень много. И вот, пожалуйста, вариация от Max Mara. Черное пальто, черная обувь, но при этом яркого цвета водолазка. В этот раз витрины марки Марина Ринальди мне совершенно не понравились. Посмотрите, в этом образе все гармонично, все по правилам. Но в целом я считаю, что он некрасивый. И на реальном человеке-женщине-моднице он будет смотреться достаточно тяжело, тяжеловесно. Даже не знаю, как охарактеризовать. Вообще, в последнее время от Марины Ринальди у меня двоякое впечатление. С одной стороны, эту марку я всегда хвалю, но с другой стороны, я замечаю некую склонность к авангарду. Например, недавно был представлен желтый пуховик очень яркого цвета, очень нестандартного фасона. Учитывая, что эта марка все-таки работает для модниц, которые носят большие размеры, мне кажется, чересчур вычурные вещи, которые преобладают в коллекции, могут действительно украсить саму обладательницу этих вещей. Возможно, они разнообразят гардероб, но тем не менее вещи стали слишком авангардными, слишком вычурными. По большому счету, они как будто бы кричат о своем присутствии, их сразу заметно. И в целом, в этом сезоне марка Марины Ринальди, также витрины марки Марины Ринальди меня несколько разочаровывают. Прямым доказательством этого является также и вот эти композиции. Сами по себе вещи отдельно взяты, красивы. Я уже обращала внимание на подобные шарфы. Они наполнены синтепоном либо пухом, все зависит от производителя. Но опять же, все вместе в сочетании, мне кажется, это некий перебор. Например, такой свитер нужно действительно уметь носить, чтобы он не затмил тебя саму, чтобы его не было слишком много. Сюда не подойдут широкие брюки-палаццо, которые показаны модницам размера плюс-сайз. Сюда подойдут, на мой взгляд, какие-нибудь кожаные леггинсы, чтобы немножечко упростить образ таким интересным самим по себе свитером. И завершить этот обзор мне хочется своей находкой в Заре. На самом деле, в Зару я отправилась просто потому, что у некоторых блогеров я вижу действительно красивые вещи из Зары. В то время, когда я захожу в Зару, я там ничего не нахожу красивого, просто даже для примерки, для, что называется, создания контента. Но, тем не менее, одна вещь мне понравилась. Она меня поразила своей яркостью, тем, что она блестит и переливается, конечно же, но на самом деле своей даже универсальностью. Думаю, что эта вещь будет прекрасно смотреться под кожаную куртку, под джинсовую куртку, поверх черной водолазки, либо белой футболки, либо белой рубашки. Вниз можно надевать, конечно же, джинсы, либо брюки. На самом деле, эту вещь я бы купила. Она прекрасно выполнена, очень хорошо садится. Я примерила слишком большой размер, взяла ML. Мне, безусловно, нужно на размер поменьше. Как вы видите, это топ, и он слегка спадает с меня. При этом вещь, на самом деле, уникальна в своей необычности. Стоит она не дешево, но, на мой взгляд, это та вещь, которую именно в Заре стоило бы приобрести. Кстати, возможно, я это и сделаю. Повторюсь, вижу ее прямо-таки с джинсовым низом. Очень популярный в этом сезоне многие марки предложили. Макс Мара, Марина Ринальди, но для меня это примерно одно и то же, но, на самом деле, также ряд других марок предложил нам вот такой длинный пояс. Признаться, это очень хороший способ немножечко вытянуть фигуру, как будто бы отсечь лишнее, в особенности, если этот кончик мы не центруем. Конечно же, мы его не центруем, а слегка направляем влево, либо вправо. И таким образом, мы действительно делаем иллюзию более тонкой фигуры. Такие ремни и пояса, на мой взгляд, на вес золота. Их редко предлагают в продаже, поэтому самое время к ним присмотреться. Кардиган, еще раз кардиган. Кардиганов очень много. Посмотрите, как красиво и необычно смотрится водолазка, плюс рубашка, плюс кардиган. Действительно, очень красивый способ утеплиться, добавить еще один слой и вместе с еще одним слоем, добавить как фактуры, так и цвета. Я уже обращала ваше внимание, что туфли в этом сезоне имеют большое количество ремешков. Чем больше, тем лучше. И очень часто застежка вокруг щиколотки. Вот такая обувь выглядит очень современно. Я говорила о том, что ее удобно носить. В носке она комфортна, потому что она достаточно широкая, и там много места для стопы. Зеленый цвет абсолютно любого оттенка, но чаще всего все-таки достаточно светлый и яркий. Это очень модный в этом сезоне цвет, наряду с фуксией, желтым и фиолетовым. Можно уже говорить совершенно точно, что эти четыре цвета абсолютно были использованы всеми домами моды, абсолютно все марки их предложили. И эти цвета встречаются не только в одежде, но и в аксессуарах, и также в обуви мы буквально недавно видели с вами ботфорты цвета фуксия. Если говорят о сумках, то в принципе ничего не изменилось, но вот такие маленькие сумки, не мини-сумки, а просто маленького размера, с ручкой для того, чтобы носить на локте, и также с ремешком тонким в комплекте, чтобы носить на плече, это сумки, которые в этом сезоне представлены очень широко. Опять же, абсолютно все дома моды. Их предложили, начиная от ведущих Луи Виттон и Гуччи, на самом деле, заканчивая масс-маркетом. Очень много трикотажа в этом сезоне. Образы в целом, если говорить о первом слое, это образы, которые транслируют уют за счет вот таких брюк на кулиске, либо на резинке, либо и на кулиске, и на резинке. Мы с вами видели это в примерке у Елены и Ларисы. Очень часто это вариация на тему спортивного костюма, выполненного из стопроцентного кашемира. Ну и, конечно же, отделка перьями. Если в прошлом сезоне мы видели с вами отделку перьями только на рукаве, то в этом сезоне абсолютно все украшено перьями. Это и брюки штанины, и край рукава, и горловина. И мы видели, например, марка Твинсет предложила нам юбки, полностью выполненные из перьев. Это, безусловно, тренд. Насколько он приживется, непонятно, но, по всей видимости, он будет очень популярен и будет держаться не один сезон. Лично я пока себе с перьями еще ничего не приобрела. Дубленки, безусловно, популярны. Дубленки самые разные, от вот таких спортивных авиаторов до классических дубленок, которые выглядят скорее как пальто из 70-х годов, до дубленок оверсайзных, более похожих на пальто Тедди. Тема дубленки не теряет свою популярность. Так же, как и тема белого пальто. И, посмотрите, до сих пор очень много пальто на запах, но можно говорить о том, что все-таки это не самый современный силуэт для пальто на данный момент. Клетка, еще раз клетка, вот такая коричнево-зеленая клетка выглядит очень эффектно, и этой клетки много. Смотрится она очень красиво, и на самом деле клетка представлена широко, тоже не первый сезон, и в целом клетка может быть абсолютно любой. Вот, кстати, юбка от Твинсет, выполненная полностью из перьев. Посмотрите, какой интересный прием носить вместо шарфа, а на самом деле это не что иное, как цветовой акцент, самый обычный свитер-пулловер. Я, когда делала обзоры с рынка, обращала ваше внимание, что на рынке можно как раз-таки прямо за 10 евро приобрести свитер либо пулловер очень красивого цвета, и использовать его именно как шарф, ну и также как цветовой акцент. Можно, кстати, завязывать на пояс, это тоже будет смотреться очень эффектно, очень красиво. Выбирайте, как вам носить, и помните, что это очень эффектный способ добавить фактуры в образ и также добавить цвета в образ. Кардиганы длинные. Кардиганы скорее по своей плотности напоминают все-таки пальто, и носить нам их предлагают, посмотрите, тоже на трикотажную базу. В данном случае это было трикотажное мини-платье. Белые брюки, безусловно, популярны. Наверное, это самый популярный цвет для брюк. Я обращала ваше внимание, что и брюки яркого цвета смотрятся очень эффектно, но брюки яркого цвета в этом сезоне представлены не так широко, как весной, а брюки белого цвета снова представлены повсеместно. Как правило, все-таки это белый вельвет, если говорить о ткани. Вот такие пальто, приталенные, классические, с двубортной, как правило, застежкой. Также пальто, которое выглядит скорее как удлиненный пиджак, наверное, это тренд на пальто и силуэт пальто. Мы давно такое не носили. В последний раз это было буквально-таки в нулевых, и сейчас очень многие марки предложили подобные пальто. Очень красивый образ от Луиза Спаньоли. Сюда, кстати, можно было бы добавить, чтобы утеплиться стильно, также водолазку. Цвет может быть, допустим, бежевый в цвет клетки на пиджаке и брюках. Снова мы видим блузу рубашечного типа под свитер надетую, и сверху мы имеем короткое бесподкладочное пальто. Безусловно, образ рассчитан на теплую осень. Посмотрите, снова раскладка по рукаву. Видны и манжеты блузы, и также видно непосредственно край рукава от свитера. Этот способ очень часто используют итальянские витринисты. Вообще, посмотрите, насколько часто также используется в образах блуза, которая шита как рубашка. То есть она очень простая, очень часто однотонная, но бывают также исключения из правил. И да, в этом сезоне анималистичный принт в Италии снова популярен, но в целом это не новость. Мы наблюдаем это из сезона, в сезон. Немного перьев от марки Твинсет, и посмотрите, снова мы имеем полоску, которая, безусловно, похожа на полоску на тельняшки. Я уже много раз обращала внимание на то, что тельняшка появляется очень часто именно в осенних образах. Не в зимних, не в летних, не в весенних, а именно в осенних. Этот образ меня привлек, опять же, многослойностью, и также мне понравились джинсы. Посмотрите, джинсы снова с разрезами. Разрез всегда смотрится очень эффектно. Он, кстати, может быть чуть-чуть повыше. И неважно, где разрез сзади, фронтальный он, либо внешний, по штанине, либо внутренний. При шаге, при ходьбе брюки и джинсы с разрезом смотрятся одинаково эффектно. И это способ, кстати, очень удачно все-таки продемонстрировать обувь, которая часто закрывается длинными брюками палацу, длинными брюками прямого кроя. Как раз-таки разрезы позволяют нам добавить и красивой обуви в образ, потому что она просто становится заметна. Вот такие кардиганы. Не устаю обращать на них внимание. Их можно носить самостоятельно, пока еще не очень холодно. У меня был подобный кардиган от Левиана Конти бежевого цвета. Этот практически идентичный. Это Стефанель. Кстати, Стефанель традиционно выпускает очень красивые удлиненные кардиганы. Они хороши по составу и также по своей плотности. Они не тонкие, не обвисают. Посмотрите, здесь меланж и также используется крупная вязка. Это очень модно в этом сезоне. Но интересно также то, что эти кардиганы, из-за того, что вязка крупная, они очень пластичные и они прекрасно помещаются под пуховик, либо под пальто. Таким образом, мы добавляем цвет, мы добавляем еще один слой и за счет этого слоя еще добавляем фактурности в образ. И, пожалуйста, имейте в виду, я сама с удовольствием подобный кардиган носила под длинное пальто. Кардиганов очень много. Посмотрите, нам предлагают совершенно разные варианты, но самые модные это все-таки укороченные, прямо-таки версия кроп, либо очень длинные кардиганы, как тот, что я мерила до этого. Светлые образы, их очень много. Здесь мы снова видим с вами блузу рубашечного типа. Видим модную в этом сезоне дубленку. Она может быть натуральная, из натуральной овчины, либо из искусственного материала. Посмотрите украшение в виде цепи. В этом видео встречается уже не первый раз такой аксессуар. Цепи очень актуальны и даже цепи очень крупные, такие, как предложила Макс Мара. Можно зайти на сайт поинтересоваться. Кстати, я заметила, чем крупнее цепь колье, тем она короче. Чем крупнее звенья, тем больше она похожа скорее на чокер. Чем мельче звенья, тем она может быть длиннее. По крайней мере, в этом сезоне такая тенденция прослеживается очень отчетливо. Очень мне понравились два этих образа от марки Балентайн. Они очень красивы, многослойны, богаты аксессуарами, но при этом абсолютно носибельны. Каждый из нас может вот таким образом красиво выглядеть в повседневной жизни за самыми обычными делами. Я вообще очень люблю красивые повседневные образы. А вот следующий образ очень сложно назвать носибельным. Он скорее просто для витрины. Мы видим очень теплую парку. Она на меху. Капюшон богато отделан натуральным мехом, но при этом в качестве первого слоя очень легкий костюм из бархата. Кстати, бархатная одежда, она не представлена в этом сезоне. Эта витрина снималась в Лида де Езела, когда только-только стали появляться уже осенние образы, осенние ансамбли. И я подумала, интересно, бархата так много, будет ли это трендом. Но могу сказать, что переместившись в Падуя, а потом попутешествовав по разным городам, как Болония, Венеция, где традиционно очень красивые витрины и много магазинов, могу сказать, что бархатной одежды в этом сезоне не так много, как, возможно, хотелось бы тем, кто бархатную одежду любит и с удовольствием носит. Кстати, эта одежда, в особенности брюки, очень эффектна в движении. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok